Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским чемпионатом. И поболтаем о Зените, который остался без, ну, у Столнг первой суперзвезды, первой и самой главной, Малкума, на котором очень многое все-таки держалось и в атаке, и в командном, так скажем, имидже. Малкум, как человек, который был действительно игроком мирового масштаба, он привлекал и болельщиков, и внимания к себе, и так далее. В общем, был таким своеобразным хедлайнером. И после того, как он ушел, ну, возник логичный вопрос, а кто теперь у нас лидер, кто теперь лицо клуба? Есть, конечно, хорошие футболисты, есть даже классные игроки и так далее, но никто из них не обладает таким же статусом, таким же магическим, вот этим волшебным бразильским вайбом и таким же умением, там, не знаю, твои чудеса в атаке. Клаудиньо, да, хорош, полезен, но, опять же, Клаудиньо тоже после травм, после некоторых проблем, как мне кажется, немножко не тот, что был в самых лучших своих вот этих матчах за Зенит. Ну и все-таки действует он чаще всего чуть-чуть поглубже, поэтому он не является лидером, так скажем, передней линии. А нужен игрок вперед, кудесник мяча, звезда и вообще человек, вокруг которого можно строить атакующие действия. Сейчас такого футболиста просто нет. Монтуан при всем уважении не тянет, нападающие, ну, в Зените интересная ситуация, то один забивает, то другой, то Сергеев хорош, что Касьера и так до бесконечности, знаете, чередуются. Это не те люди, на которых можно делать ставку всерьез и надолго. Ну и вообще проблем в этом смысле очень много. Однако, сейчас Зенит, как видимо, все-таки задался целью найти себе нового Малкома, условно говоря. И речь не про Педро, того самого молодого вундеркинда, который был подписан и перейдет в следующую зиму. Речь как раз про готовую звезду. Им может стать Давид Нерес. Ну или Нереш. Как, наверное, все-таки правильнее произносить бразильскую фамилию. Давайте обсудим, сможет ли он стать заменой для Малкома, станет ли он такой же звездой, чем он хорош, чем он плох и почему лично я считаю, что подписание этого игрока может стать ошибкой. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Вообще, знаете, сравнения Нереша и Малкома, они не случайны. У них еще и очень похожая биография. Оба талантливые бразильские крайки. Оба достаточно часто получали травмы, из-за которых теряли, так скажем, игровой ритм и после этого долго возвращались на него. У обоих был игровой кризис перед переходом в Зенит. Только если говорить о Малкоме, там игровой кризис был на один год, условно говоря. В Барселоне он так и не стал своим, редко получал игровую практику и поэтому захандрил и перешел в Зенит. А вот если мы говорим о Нересе, то у него, ну, уже 2-3 года все как-то непонятно. Ну, потому что началось все еще в Аяксе. Там, где он был в какой-то момент чуть ли не звездой номер один. Человеком, который должен был перейти то ли в Юнайтед, то ли в Тоттенхэм, то ли куда-то еще в английский клуб с громким именем. Но дальше начались травмы. Дальше он не мог вернуться на свой нужный уровень. Все как-то пошло наперекосяк. В какой-то момент он просто стал игроком скамейки запасных. Причем это было в позапрошлом сезоне, по сути. Потом любопытная история с переходом в Шахтер. Легенда Шахтера. Пришел в Шахтер, ни одного матча не сыграл, отправился дальше, уже в Бенфику. Ну и вот, пожалуйста, в Бенфике, казалось бы, в какой-то момент тоже начал играть, здорово себя показывал. Но здесь появился Роджер Шмидт, который сказал, «Паренек, как ты не так-то играешь, и вообще-то мне не нравишься». И начал сажать его на скамейку запасных, опять же, в Бенфике. То есть, если мы берем Лигу Чемпионов, где Бенфика добилась немалых успехов, там в плей-офф Нерэш вообще не играл толком. Появлялся со скамейки запасных там на 27 минут или около того. Игрока это, понятное дело, не устраивает. И там появились сообщения о том, что он недоволен Шмидтом и тем, что его не пускают в состав, и что он не является основным вариантом. В общем, на этой ситуации, как видимо, Зенит сейчас и пытается сыграть. Как с Малкумом, суперзвездой, который объективно превосходит уровень нашего чемпионата, но недовольный положением в клубе и готовы перейти на хорошие деньги в Россию, так и здесь, видимо, пытаются провернуть ту же самую историю. Однако тут, к сожалению, как видимо, Нерэш все-таки не готов. Не готов к такому, скажем так, понижению в классе. Будем объективны. Российская лига без еврокубков, без особых перспектив для дальнейшего развития. Это чемпионат, который чудовищно уступает той же самой Португалии. И откуда перейти в топовый чемпионат типа английского, итальянского, испанского, куда сложнее, чем из той же самой Бенфики. Поэтому здесь Нерэса можно понять, и получается, что Зенит вынужден так или иначе торговаться и с игроком, и с той самой Бенфикой. И вот тут, на мой взгляд, кроется главная проблема этого перехода. Зенит предложил 40 миллионов, что, на мой взгляд, учитывая нынешние проблемы Нерэса, уже определенная переплата. И на эти деньги не согласились. То есть 40 лямов, тот ценник, который был и на Малкоме, он не подходит для вот этого самого Нерэша, который, напоминаю, не является железобетонным игроком стартового состава Бенфики. И который покупался Бенфикой за сумму где-то в три раза дешевле. То есть тройной навар фактически за год для Бенфики. И продажа игрока, который не является ключевым для Роджера Шмидта. Казалось бы, идеальная ситуация, но они хотят больше. Понятное дело, выжимают. Выжимают по максимуму и ждут, что Зенит заплатит какие-то немыслимые деньги. Тем более, что однажды что-то подобное Бенфике удалось. С Феликсом. Тогда была очень похожая ситуация. Атлетико продал Гайзмана за большие деньги. Бенфика про это знала. И знала, что команде Атлетику нужен какой-то суперзвездный игрок вперед. Причем срочно нужен нападающий, ни с кем не могут договориться. И Бенфика, понимая, что у Атлетико особо вариантов больше нет, выжимала до предела. И продала Феликса за сумасшедшие деньги. Здесь, как видим, они пытаются то же самое сделать с Нейрэшем. Потому что они понимают, у Зенита все еще сложнее, чем у Атлетику. То есть из-за санкций и всего остального подписать кого-то тяжело. При этом у Зенита и так денег немало. Так они еще и Малкома продали за сумасшедшие бабки. Давайте мы из всего этого извлечем выгоду. И попытаемся загнать Нейрэша за сотку. За сотню, товарищи. Я, конечно, понимаю, что инфляция и все дела. Но в свое время крестьяну продавали дешевле. А тут сотня. Это, знаете ли, такая очень характерная черта Бенфики. Они любят дожимать такие истории. И здесь они не отступятся, как и не отступились в случае с Феликсом. И вот тут, как мне кажется, Зенит пошел не туда, куда нужно. С Бенфикой связываться не стоит. Это очень опасно. И они либо будут отказывать до предела, либо, соответственно, продадут за огромные бабки. Нейрэш за 40 или, там, не знаю, дай бог 50 миллионов. Это еще более-менее актуально и интересно. Нейрэш за сотку. Это катастрофа. Тем более, что парень очень странный, скажем так. У него там всякие звездные закидоны. Знаменитые истории, когда он в соцсетях писал всем девушкам подряд «Привет, я Нейрэш из Аякса, давайте встречаться». Ну, в общем, у парня с самомнением все в полном порядке. И его нынешний конфликт с Шмидтом тоже не случайный. Короче, ребят. Если он перейдет за сотню, это такая звездень будет в одном месте, что дальше некуда. И его брать, ну, это просто бессмысленно. За такие бабки тем более. Да и будем откровенны, этот игрок по таланту может быть соизмеримый с Малкумом, но не соизмеримый в профессионализме. Это человек, который уже три года не движется никуда, кроме как увеличивает свою зарплату. Поэтому здесь, насколько это хороший футболист, хороший. Звезда для российской лиги, да, суперзвезда. Тянет ли он на сотку? Ни в коем случае. Тем более, что здесь еще есть большие проблемы по ментальной составляющей. Будет ли он соглашаться на переход Зенит? Я думаю, если заплатят нужные бабки, выдвинут какие-то отличные требования по личному контракту, вот я не знаю, там десятку в год, то поедет. Тем более, что и бразильцев полно, и все с тусовками нормально для Нереша и так далее. А уж Бенфика там и в подарочную упаковку его запакует, если Зенит согласится на 100 миллионов за трансфер. Но это будет настоящая катастрофа, и это будет очень большая ошибка для санкт-петербуржцев. Есть футболисты, которые в современном европейском футболе стоят 100 миллионов. Это явно не Нереш, скажем так.